добрый день буквально в марте месяца мне удалось в москве опубликовать свою монографию она имеет название сейчас появится обложка настоящий изгнанник собой все уносит судьбы ученых эмигрантов в латвии 2044 год известно что из самой россии до и после октябрьского переворота семнадцатого года начался а так называемый русский точнее российский бег исход тех кто искал спасения от потерь и не и неудач первой мировой войны от окаянных дней революции кровопролитной гражданской войны философские пароходы осенью 22 года проплыли мимо риги но через ригу а проследовало два поезда москва рига берлин так называемые философские поезда с инакомыслящими в монографии использованы материалы фотографии из частных и государственных архивов и объем 402 страницы книга да посвящена судам российских ученых эмигрантов которые в межвоенный период неоднократно приезжали в ригу кого имеют в виду это конечно в силу моей специальности я вспоминаю бердяева зиньковского франков ильина они были частыми гостями и в особенности семён франк бердяев вышеславцев они были связаны с русским студенческим христианским движением и здесь проповедовали идеи этого движения в мульти культурной ученой среде складывались отношения дружеские роскошь человеческого общения всегда оставалась этой главной ценностью и все герои моей книги они были дружны между собой писали трецензии читали лекции как-то в латвийском университете в коммерческом институте и на русских университетских курсах и почти все кроме одного человека вошли точнее вернулись в научный оборот россии украины эстонии и многих других восточных европейских и западноевропейских стран кого я имею в виду это калистрат фололеевич жаков его очень любят литература 2 до от москвы до екатеринбурга философ александр твейдеман историк роберт виппер юрист александр округлевский известнейший от юрист василий сенайский но от предисловия и до последней страницы на протяжении всей книги мною упомянуто много имен знаменитых евреев это конечно русский шпенглер григорий тландау август каминка известный юрист борис харитон семён дубнов максим ганфон а в главе от василия ивановича сенайском я чуть ли не на последней странице поместила обложку каталог от выставки молодого художника александра копиловича вместе с профессором сенайским они посещали занятия у академика сергея виноградова копилович в тридцать восьмом году буквально на несколько недель приехал в ригу из палестины провел выставку а текст каталога был написан и составлен василием ивановичем сенайским и так кто же из еврейских ученых мною тщательно рассмотрим естественно это биография макса лазерсона да она пропечатана у меня благодаря моему другу и другу многих из нас григория смирина он уговорил меня именно эту часть пропечатать в восьмом томе но в книге уже новые дополнения а рита сказала то если бы я не сообщила еще бы этот глават могла бы пополниться новыми сведениями конечно я не могла обойти вниманием и много места уделено деятельности от такого удивительно активного адвоката оскара грузенберга как известно он стал живет в риге не только руководить русским юридическим обществом но он также продолжал в латвии традиции и петербургского издания права а в риге он руководил редакции журнала закон и суд единственного издания профессионального на всем пространстве русского зарубежья но самую большую проблему а при написании книги естественно составила расшифровка биографии марка даниловича твайд робот могу сказать что в первый раз я выступила на конференции евреи в меняющимся в мире в девяносто пятом году выступала в девяносто седьмом когда приезжала ада минц дочка философа им всем казалось кто писал от вайн тропе и мне и григорию смирину и саши твайд манесу что мы знаем а его биографии абсолютно все нет еще раз нет ну поскольку работа требовала углубление в архивные источники я просто пыталась проверить ту биографию которая хранится в архиве пытаясь ну как бы найти подтверждение в архивах москвы петербурга и киева к сожалению не один факт который указан в двух биографиях хранящихся фондах министерства образования латвии не подтвердился да и поэтому мы знаем что замечательный марк данилович вайн троп который в своем научном в арсенале имел основательные знания в области истории философии психологии и приоритетами его научных исканий были вопросы национальной психологии в эстетике философии жизни но откуда у него эти знания где он учился долгие поиски привели к отрицательному результату к сожалению те сведения которые сообщила нам ада марковна минц в самом начале 90-х не подтверждают не подтверждаются она тогда писала что вайн троп родился в киеве в самостоятельный в состоятельной многодетной семье в адвоката при детях держали бон говорили над всевозможных языках родился он в 1895 и при этом он сумел перед войной каким-то образом окончить и факультет даже два факультета предмосковском университете и даже поучиться в сорбоне поэтому те сведения которые мы знаем о этом замечательном человеке в день его въезда в латвию по 3 сейчас скажу когда он приехал в ноябре двадцатого года собственно с этой даты с ноября двадцатого года по февраль сорок второго года мы можем рассказывать о марке вайн тропе но сказать точно где он родился где он получил образование к сожалению неизвестны и поэтому представляя эту книгу я хотела просто обратиться к молодым исследователям и к музею если будет возможность может быть обратиться в киев чтобы поискали там хоть какие-то сведения но мои обращения в архивы киева к сожалению удали отрицательный неврозумительный ответ такова не на ходу спасиба за внимание к нанкому к нанкому к нанкому runātāju es gribētu узаicināt мūsu viese Eliju Valku kas runās par grāmatu pie kuras tapšanas viņš daļai arī bija vainīgs es saprotu un es domau ka Valka mums pats labāk pastāstīs par šo grāmatu bet nu es tieši nebija piedalysis tās grāmatas publicization я бы хотел не столько рассказать о книге сколько ее авторе то есть это почти то же самое но немножко самой книге книга вышла в Израиле в 2016 году ее презентация состоялась в декабре 2016 года на презентации присутствовало много представителей иерусалимской русскоязычной литературной элиты и только несколько выходцев из Латвии и на этой презентации часть присутствовавших читала уже эту книгу я думаю что аудитории будет интересно услышать их реакцию мы можем только позавидовать вам евреям из Латвии в том где вы жили и где как вы росли и где вы росли я думаю что эта книга интересна не только для тех кто не жил в Латвии она очень интересна и для тех кто сам или его родители жили в довоенной Латвии выходцы из Латвии по крайней мере в Израиле любят число три есть книжка и она есть в музее и в библиотеке у цили внизу через три подполья а сионистском движении ашомер цаирнецах который действовал в Латвии его участники прошли через три подполья сначала движение в 34 году было запрещено или по крайней мере под строгим надзором в Латвии потом они попали в Советский Союз и потом они должны были быть в подполье часть воспитанников движения осталась в подполье на территории оккупированной часть уехала в Советский Союз бежала откуда подпольно добиралась до Палестины вышла другая книжка называется через три строя написала ее Ривка Рабинович которая описывает свою жизнь в Латвии в Сибирской ссылке потом опять в Латвии и в Израиле значит строи были латвийское демократическое государство потом менее демократическое Советский Союз и Израиль есть книжка это книжка книга за рубежом былого она рассказывает о трех жизнях автора одна его жизнь он родился в апреле 1941 года но жизнь о которой он рассказывает треть книги по крайней мере посвящена это еврейская рига с тридцатого из двадцатого по сороковой год он описывает биографии своих дедов бабок родителей и он через эти биографии дает нам картину жизни евреев интеллектуального слоя зажиточного слоя евреев Риги вторая его жизнь сибирская ссылка в возрасте двух месяцев его сослали вместе семьей не я вам должен рассказывать что 14 июня сорокового сорок первого года он оказался в сибири и он вырос в сибири и там он жил в атмосфере первой этой жизни тут описан один эпизод что бабушка заставляла его учить французский язык она давала ему урок значит за неделю ты должен прочесть пятьдесят страниц по-французски из них пять рассказать мне потом наизусть а еще сорок пять только передать содержание так что латвийские евреи даже окажавшись в ссылке в сибири и где парню пришлось и коз доить и дрова рубить и заниматься чем занимались все сибирские мальчики вместе с этим он учил языки он жил в атмосфере европейской культуры третья его жизнь это советская латвия он вернулся в латвию в 1957 году и жил здесь до 72 года и он описывает действительность которая знакома возможно части или большинству присутствующих упоминает имена которые нам всем знакомы тут надо отметить о том кто его дед зовут автора сергей браун может кто из вас знает историю революционного бундистского движения один из активистов бунда в россии сергей браун это его дед он носит его имя он говорит что его имя было ему часто нелегко с этим именем жить но другой дед вернее муж его бабушки это директор еврейской школы берс и в этой атмосфере еврейской школы и революционный революционер деда и сложился сложилась сущность этого автора чтобы не занимать ваше внимание слишком долгими рассуждениями я прочту что решил о себе написать сергей браун на второй стороне обложки за рубежом былого это свидетельство мыслящего современника заброшенного вихрями европейской катастрофы в вечное сибирское изгнание о детстве и юности прошедших в тени утопической религии и всеобщего равенства в бесправии коммунизма в коротких эпизодах и притчах Сергей Браун рассказывает о формировании своего характера и самосознания под влиянием необычных обстоятельств и замечательных людей собравшихся волей судьбы в стенах утопии размышляет о своем еврействе о боге и искусстве о философии и истории неуемного двадцатого века тут я немножко сам себе противоречу есть еще четвертая жизнь когда Браун приехал в Израиль он в отличие от тех кто приезжает сейчас в конце 90-х или тысячные годы он не остался в так сказать русскоязычном гетто он стал израильтянином он знает израильские реалии он знает он цитирует здесь много страниц из библии он применяет библейские эпитеты и библейские сравнения могу вам сказать что как председатель объединения выходцев из Латвии когда я презентовал эту книжку представлял ее в декабре я могу повторить то что сказал я и мы все с вами можем только гордиться что у латвийского еврейства есть представители которые действительно отражают кто мы он говорит на семи языках я тоже говорю на семи языках но меньше чем на четырех языках никто в Риге не говорил до сорок первого года он знает философию и многие латвийские евреи знали и еврейские дела и так сказать общую культуру есть еще несколько эпизодов которые может быть стоило бы зачитать я вам вернее скажу только не об эпизоде о своем впечатлении об этой книге а в одном из моих впечатлений автора отличает честность он пишет о себе тут многие есть приводят кундеру что он пишет что мы пишем биографии для того чтобы исправить впечатления о себе или какие-то другие создать представления он пишет честно о таких вещах которые большинство тех кто пишет биографии не писали бы живя в стране идеологизированных как израиль он ставит под вопрос иногда саму идею сионизма он рассказывает о своих молодежных амурных похождениях в некоторых случаях опуская имена в некоторых не опуская имена ну я бы сказал это проявление того что называется я перевожу с эфрита интеллектуальной честностью и именно поэтому книга это не читает и мы я и уже даже я слышал здесь тех кому я дал успел дать книжку в риге эту книгу не читают а ее прочитывают залпом потому что неотрывно очень она интересна и еще она написана на великолепном русском языке это я могу вам сказать как руководитель издательства который издал много книг и немножко читаю по-русски и она действительно читается легко и захватывающе и в заключение то о чем говорил Илья книгу эту в оригинале пока что достать в риге почти невозможно я поговорю с автором если он так сказать согласится и я найду способ переправить сюда несколько может десяток экземпляров все они попадут в музей там есть стенды продаются книжки в том числе выпущу нашим издательством но еще одна важная новость серии браунс пару песлей из эту грамот ари и рита тата пока придет латышская это самое русское издание доставим вы приглашаетесь почитать латышская которая через я думаю пару месяцев 5 месяцев а может быть меньше я думаю что я не сразу работает быстро выйдет это издание есть у кого есть вопросы пожалуйста ну значит я полно посказал об этой книжке спасибо я должен добавить следующее значит если кто хочет почитать отрывки из этой книги вот прямо сейчас вот прямо здесь зайдите пожалуйста на сайт который называется сколос . им до . com значит его в разделе они вспоминают до лора как как они вспоминают там есть отрывки юрия брауна из этой книги то есть мы это было у нас издано и напечатано он нам прислал сам потому что мы ведем вот которая здесь лора иткина ведем этот сайт мы его открыли уже пять лет тому назад мы изучаем историю на нашей школы школы наших родителей и там конечно его отец исаак берс его знаменитый сын липман берс его необыкновенная жена дверь жена одна и вторая все учительницы но самая мама это тина урожденная якубович то есть вы все можете почитать то что вы сейчас сказал папа по этой открытости по этой его совершенно невероятному русском языке который вообще это читается просто одним махом спасибо так нанкама граммата по юсс санэмм от из нас да ну и у нас те кто не санэм пара и гадаетесь то эбрею рэзикне лилом мэра сасауков с ари ар марина соколов с и перед этим нам надо и гадость лектра с сэбрею рэзикне и гадызах на таза шансон а я пришёл ае ты стала вену ну швей так что украи нынджа автор а chi мусе лидстр авт Продолжение следует... Man, gan personīgi, gan kā muzeja Ebreja Latvijā darbinieci, ir liels prieks, ka šī grāmata ir izdota divos tējumos – angliski un latviski, tad latviešu valodā. Otrais tējums ir tulkojums – angliski valodā. Autors grāmatas šī rakstu krājumu sastādītāja ir Ineta Zelča Simansone. Viņa parstāv domnīcu Creative Museum. Tā ir biedrība, kas apvieno muzeju speciālistus un entuziastus. Un šī grāmata ir, ka Irija jau teica, Irija, principā, jau noprezentēja, var teikt, šo rakstu krājumu. Šis ir divu gadu projekta rezultāts. Tātad no sākuma domnīca Creative Museum strādāja pie rezeknes sinagogas atjaunošanas. Un iekšējā muzeoloģiska koncepta. Un šā rakstu krājumā šis koncepts ir arī prezentēts pirmajā daļā. Rakstu krājumā pirmajā daļā var iepazīties gan ar arhitekta viedokli par darbu pie sinagogas, gan ar dizaineru idejām, gan arī ar domnīcas Creative Museum darbu pie izstādes, par ko jūs šodien jau dzirdējat, kas atrodas rezertnes sinagogā. Otrā daļā, krājumā otrā daļā var iepazīties ar dažādiem pētījumiem, gan par rezeknes vēsturi, gan par slavenam personībam, kas dzīvoja rezeknē un kas padarīja rezeknē pasaules slavenu pilsētu. Un arī par tradīcijām un relīģiju un tā tālāk. Grāmatu šī raksta krājumu atbalstīja Fridrija Eberta fons, tāpat kā šo konferenci, un Valsts kultūra kapitāla fons, arī tāpēc šo konferenci. Nu jā, pirms gada notika arī liela konferencija, jaunajā koncertzāle rezeknē, skaistajā koncertzāle Gors, un lielāka daļa ar, pētījumu lielāka daļa skanēja arī no Gors katuves. Tagad ar to var, ar tiem var iepazīties šajā krājumā. Tas ir nopirkāms mūsu muzejā, būs nopirkāms gan angliu, gan latviešu valodā. Arī iespējams nopirkt internetu vietnē eci.com. Nu, tās laikam būtu. Un būs, jau ir pieejama Nice Place grāmatneicā Barona ielā 21. Tiešā? Jā, nē, nevis Barona ielam, man liekas viņa teikt ar Alberti ielā. Labi, tas man nebija zināms. Un, jā, no sevi es gribētu pateikt, ka mēs ar kolēģiem pirms kādiem diviem gadiem runājam, ka būtu tik labie, ja mēs varētu izdot tādus kas sēriju ar rakstu krājumiem tieši par Latvijas pilsētām. Sākt, piemēram, ar Rēzekni un turpināt ar Lūdzu, Daugavpili un tā tālāk, tā tālāk, ar visām Latgales un ne tikai Latgales pilsētām. Mums ir liels prieks, ka Domnīca Creative Museum šo darbu ir sākusi. Es ceru, ka tas ir tikai sākums un priekšā mums gaida arī Ebrēju Lūdze, Ebrēju Rīga, Ebrēju Kuldīga un tā tālāk. Paldies!